Всем привет, сам Лев, и сегодня мы продолжаем Кэтмэйкрафт, и это постройки и часть вторая. В этой серии я хочу именно показать, что я построил за кадром, да, то есть не строить, как в первой серии два дома я построил, вот этих, да, вот они, дома эти, да, два. В принципе, вот, что я построил, как видите, то есть, ну как, то есть я просто поменял дорожку, увеличил её, сделал вот такой вот фонтан. В принципе, давайте всё по порядку буду показывать. Во-первых, я только вчера дотумался сделать вот такую вот дорожку прикольную, сразу говорю то, что, ну, короче, я помню, я какое-то видео смотрел, или видео, или что-то такое, короче, я смотрел по поводу новых версий, то, что можно вот так вот сделать с помощью обычной воды и лестницы. Давайте я покажу, как это всё делается, то есть я беру, например, такую лестницу, не знаю, на ней, наверное, работать, ну, хотя нет, почему не будет работать, думаю, что будет. То есть вот, видите, лестница, нажимаю, здесь вода, то есть это очень круто. Давайте мы уберём эту воду, вот как-то так, то есть я могу таким вот образом делать вот так вот красиво, то есть выглядит, на самом деле, очень неплохо, и древняя сразу выглядит как-то покрасивей. Да, я решил пока что так сделать, то есть здесь бирюзовые и обычные доски, ну, тут, как бы, видите, два разных дома. Давайте покажу вообще, что изменилось в домах, то есть в самих домах ничего особо не изменилось, только появились всякие печки, там, кровати, ну, то есть типичные вещи. Наверху тут у нас бочка есть, типа, поставил её здесь, почему бы и нет, ну, типа, пускай просто будет. Здесь, типа, листва, здесь цветы, всё такое, ну, на самом деле, выглядит реально красиво, то есть мне нравится. Не знаю, как вам, напишите в комментариях, если хотите, ну, не знаю, мне кажется, выглядит неплохо. Конечно, я для каждого дома не буду листья ставить, и цветы, наверное, ну, цветы можно идти в каждом. Вот в этом пока что нету, то есть я листья сюда поставил, как-то мне не понравилось, поэтому пока что здесь просто вот так вот всё выглядит, да. Да, этот дом я вообще за кадром полностью построил, он немножко совмечён с бьюзовой и с тропическим деревом, как вы видите. То есть видите, бьюзовые ступеньки, тропические ступеньки, да, то есть видите, разная глина на каждой стенке, то есть видите, здесь такая глина, здесь синяя глина и вот такая вот. Да, в принципе, фонтан появился, то есть в фонтане ничего особого нету, ну, типа шерсть там просто разноцветная, просто самый обычный фонтан, просто это типа центр, наверное, деревни будет. Естественно, я буду остров увеличивать, поэтому здесь будут всякие и рабочие дома, то есть для работы и всё такое, то есть я потом построю, да. Ну и короче, как-то так, то есть здесь, если что, я потом жителей спавлю, сразу говорю, да, то есть здесь будут жители потом гулять, но пока что просто строю, чтобы мне не мешали они. Да, здесь пока что просто поставил площадку такую вот, ну, чтобы была, то есть здесь тоже будут жители работать потом в будущем. Сразу говорю, кстати, то, что этот остров, наверное, сей на 10, может быть даже на 8-7 сей, а потом я буду в том мире, типа второго сезона будет, наверное, если, конечно, ну, я посмотрю, типа давайте я попробую этот сезон сначала поснимать на этом острове, а потом уже будем смотреть, как, как, типа нравится, не нравится, потому что первая часть набрала 11 лайков, вот, недавно 11 было, да, ну, лайков набрало, да, 11 лайк. Короче, как-то круто, да, то есть реально прикольно на колон, прям реально круто, то есть понравилось неплохо, хотя пиво сеять, честно говоря, получается достаточно скучно, но это понятно. Тут сразу видно, то, что тут уже, видите, как-то, ну, более-менее уже на что-то похоже, типа на начало строительства Диэгни, то есть видите, уже какие-то дома, то есть вот как-то это и со стороны выглядит уже неплохо, ну, скажите то, что это правда. Если что, вы тут видите, тут типа спуска, вот такой вот пока что спуск, другой не придумал, здесь это, если что, просто так, хотя выглядит на самом деле неплохо, да. Короче, сразу еще что хочу сказать, это получается почти полтора недели опять Ольги не выходили, после карты, которые я выходил, на которую набрало даже 13 лайков. Ладно, ладно, я по лайке говорить не буду, но все равно это офигенно. Да, то есть, на самом деле я болел очень сильно, я даже сейчас болею немножко, поэтому как бы, ну вот, как-то так, то есть я решил записать все равно такое вот видео, да, то есть вообще я даже помню, неделю назад пытался записать, когда я уже, ну, более-менее так сильно поделал, но все равно пытался целый день потратил, то есть еще, ну, ну, такое было еще, не сильно болел, короче, нормально все было более-менее. Пытался, ну, не записал, к сожалению, в принципе, не смог, ну, плохое видео получалось, плюс еще что-то со звуком плохое. Ладно, ребят, в принципе, давайте покажу еще, что в этом доме, то есть не буду как-то затягивать, здесь как бы шалкерный ящик, да, странное такое название, не очень, если честно. Ну и просто типичное, то есть здесь лестницы нету наверх, да, но вот так вот, глину изменил, то есть маленькие плюшки тут изменил, то есть столбы вот такие вот поставил, ну, то есть, типа, со светом. Еще то, что будет такое нововведение, да, будет то, что у меня фонари будут у входа стоять, а вокруг будут просто факела, потому что, если везде фонари вокруг дома сделать, как в первой сей, то это выглядит не очень красиво. Да, ну, вот как-то так. Вот здесь, например, кирпичи теперь, да, они в доске. Ладно, ребят, в принципе, вот, ролик как раз сказал, что с этими домами не изменилось. Ну, вот здесь можно зайти и показать, то есть вот, как выглядит такой вот домик, он немножко поменьше, кстати, чем вот эти. Ну, потому что, как бы, я хочу это просто вокруг этого домика увеличить и поставить, может быть, еще другие домики или еще что-нибудь. Либо его передвинуть потом, да, ну ладно. В принципе, вроде как, более-менее все рассказал. В принципе, вот дороги какие построил, то есть достаточно просто строится. Единственный баг, который с этой водой связан с тем, то, что я когда спускаюсь сюда, я вижу здесь воду просто. Ну, это очень странно выглядит, если честно. Закрывать я не стал, потому что даже вот так вот не видно, вот так вот если находиться, даже вот так вот стоять, это не видно. Поэтому, ладно, пофиг. Короче, ребят, еще что хочу сказать. Сильно про стримы, вот что я хочу сказать, то есть про стримы. Что будет со стримами? Я хочу сделать отдельный ролик на лайв-канале, наверное, да. Думаю, на лайв-канале сделаю отдельный ролик, либо на этом канале. По поводу того, то, что я сейчас буду стримить. Да, то есть я буду, наконец-то, стримить, хотя прошло уже 4 месяца. То есть последний стрим был 4 месяца назад. Вы сами понимаете, то, что это гигантский срок. И, естественно, я просто отошел от стримов, потому что, ну, тяжело. Я вообще там с настройками намудрил, короче, все на свете. Сейчас буду пробовать стримить. Не знаю, когда это будет на этом канале или нет. Для начала я хочу хотя бы тестовый стрим сделать, наверное, в открытом доступе. Чтобы вы тоже видели все, да, и писали, как хорошо-нехорошо. В принципе, да, вроде как все рассказал. Кстати, вот как раз вот эти, наверное, дня 4 я как раз занимался OPS, то есть, ну, программой для стримов. То есть, стримами и занимался. То есть, на ютубе вот эту новую токческую студию учился там что-то делать. Вроде как немножко со стримами я понял, как мутить. Да, но это на самом деле сложнее стало в любом случае. Ладно, ребят, в принципе, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Оцените видео, да, сегодня чисто такой ролик был, где я просто показал. То есть, ролики будут иногда такими. То есть, такие вот сей будут. Иногда будут за кадром показывать. Просто, что я сделал. Ну, точнее, ну, типа, да, вот как сегодня, да. Иногда строить видео. Иногда и то, и то совмещать. Короче, как-то так. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Оцените видео. Всем спасибо. Пока-пока. И удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok